Краткий обзор турнира Авангард. Турнир проходит с 12 по 27 ноября. На экране показывают медали турнира для Звездной Лиги. Задача турнира уничтожить базу противников. Особенности турнира. На карте стоят флаги с заводами. За их захват и удержание вы получите подкрепление бота. Чем дольше удерживается флаг, тем сильнее будут подкрепления. Состав отрядов за удержание флага. 4 отряда из 3 стрелков. 2 минуты удержания. 9 отрядов из 2 гранатометчиков и 1 стрелка. 3 минуты удержания. Далее отряды из 1 ягуара, 1 броненосца, 2 гранатометчиков и 1 стрелка. Каждые 30 секунд. Для примера были показаны подкрепления в Звездной Лиге. В других лигах состав отрядов и время их появления может отличаться. В случае утеря флага прогресс подкреплений сбрасывается. Турнирные карты с расположением флагов и контейнеров с ресурсами. Сектор мусорщиков. Тропа ягуара. Затерянная дорога. Советы и тактики. Не играйте через развитие. Старайтесь захватить как можно больше флагов в самом начале боя. С появлением первых отрядов противника захватить флаг будет очень сложно. Захватите флаг и держите его любой ценой. Если противник захватит флаг, то сила отрядов для конкретного флага будет сброшена. Вам не обязательно выходить в тяжелую технику. Через 5-10 минут удержания флага вы начнете получать подкрепления бота, в которых будет штурмовать техника 3 уровня. Лучше произведите мобильные ПВО, чтобы прикрыть отряды союзника от авиации. В некоторых случаях для защиты флага можно использовать защитные сооружения. Не обязательно вступать с противником в бой с зданиями. Главное, чтобы флаг был под вашим контролем и противник не мог его захватить. Не строите больше трех центров снабжения. Исход боя чаще всего решается в первые 5 минут боя. Большое количество центров снабжения требует много ресурсов. До указанного времени они не успеют окупиться. У вас не будет ресурсов для производства армии и захвата флагов. Очень быстро проиграйте без боя. Удачи в боях, командиры! Субтитры сделал DimaTorzok